Дорогие друзья, мы продолжаем и готовы представить гостя, который заставил в нашей студии. Это Вячеслав Симченко, глава Маколаевской мировой организации партии ББП. Доброе утро. Итак, повод, по которому мы будем сегодня разговаривать, это детский конкурс авторских стихов. Хотелось бы узнать, как вообще родилась идея. Там целый комплекс мероприятий, посвященных 14 октября. Очень долго, понятно, все мы люди, рожденные в СССР, и привыкли 23 февраля, так, ну, как бы, мужской праздник. Нет уже той страны. Неважно, хорошо это или плохо, каждый присоставился при своем мнении, но есть факт. И крайне важно, на наш взгляд, сегодня, это было всегда важно сегодня, особенно в детях, все-таки воспитывать хороший, здоровый патриотизм. Потому что с этого начинается любовь к родине. Почему мы всегда восхищаемся, когда ездим за границей, нам нравится, говорят, там, Америку, там, ту же Турцию, Швейцарию, где угодно. Очень много флагов на окнах, например. Люди любят свою страну, им это внушается с детства. И крайне важно, на наш взгляд, как раз в детях, все время воспитывать эту любовь к родине. Потому что, если ты любишь свою страну, значит, ты будешь хорошим, достойным гражданином этой страны. Поэтому и родилась идея, все-таки, всячески, провести ряд мероприятий, всячески популяризировать этот праздник. Тем более, праздник крайне важный. Это исторический праздник, это и религиозный праздник, это исторический день казачества. Вот поэтому и родилась такая идея. По поводу деток, это авторская поэзия, потому что чаще всего конкурсы проводятся среди чтецов и так далее. Здесь вот молодежь, которая сама пишет стихи, время от времени мы видим эти кадры. Вот сейчас ко дню казачества, ко дню украинской армии, ко дню покровы и так далее. Все эти праздники в пятницу будем праздновать и будет праздничный марафон на телеканале Николая. Уже готовы видеозаписи, где детки читают свои стихи. Вы это увидите в пятницу. Ну а к вам такой вопрос. Сколько номинаций будет? Сколько победителей? Ну победители, конечно же, будут. Планировалось в три номинации возрастные группы, но в процессе отбора родилась еще одна номинация. И я хотел бы остановиться действительно на том, что это авторские стихи, потому что всегда к нам доходит лучше и до наших сердец все то, что делается с душой. Даже пусть оно может быть не очень профессионально. Да, там есть свои какие-то с точки зрения литературы, да, чистой поэзии. Конечно, свои есть недочеты, но в данном проекте как раз важно вот участие каждого ребенка. Да, помогали родители кому-то, помогали учителя, но в любом случае это живые эмоции, чувства детей. А какие были основные критерии отбора деток? Потому что я понимаю, что очень много желающих было. Да, было много работ представлено. Сначала комиссия предварительно отработала, потом уже было, по-моему, на финале 12 или 13 работ, которые мы все прослушали. И было комплексное оценивание, да, это и сам содержание, и подача. И как раз четвертая номинация родилась в результате того, что девочка одна написала очень такой сильный с точки зрения текста, с точки зрения эмоций текст, но чуть не было как раз от этого артистизма подачи. Кто-то более артистично подавал, но более формально. Кому как. Да, и хочется отметить, что действительно, так получилось, что в жюри я один был представитель так называемого сильного пола, все равно все-таки были женщины, и когда дети читали свои эти работы, действительно слезы на глазах стояли практически у всех. Ну что ж, я хочу сказать, что в пятницу мы это все увидим, тоже услышим. У вас, дорогие зрители, будет такая уникальная возможность. А когда будут подведены итоги уже? Итоги будут подведены, по-моему, в пятницу, да, там не только это мероприятие, там целый комплекс мероприятий. Это будут проведены по нашей инициативе и с членами нашей организации, это будут открытые уроки в школах вместе с участниками АТО. Это посещение ветеранов Великой Отечественной войны, потому что это и их праздник тоже, они все защищали нашу страну. Это и конкурс детских картин, рисунков, потому что это тоже крайне важно, эти работы тоже будут отправлены потом в зону АТО. Поэтому это будет целый ряд мероприятий. Ну и на соборной эти детки будут награждены, все их увидят. Да, да, конечно. И я так понимаю, что возможно даже и стихи тоже услышат все николаевцы. Это, конечно, будет кульминацией всех, всего процесса. Большое спасибо вам за то, что сегодня открыли только часть секретов, то, что будет. В четверг я скажу нашим зрителям еще небольшой анонс сделаю. Мы еще встретимся в эфире уже более ближе, скажем так, к пятнице. Проанонсируем мероприятие, которое будет проходить в эту пятницу на День защитника Украины. А сейчас хочу еще раз вас поблагодарить и нагадать нашим товарищам, что у нас в гостях будет Вячеслав Семченко, глава Макуайской Минской Организации Партии ПБК. Продолжение следует...